Моросящий дождь не мешает туристам прогуливаться по Сухумскому ботаническому саду. Как не помешали митинги прошедших двух дней наслаждаться отдыхом в столице Абхазии, которую в последнее время охватила политическая лихорадка. Но о том, что в стране неспокойно, как выяснилось, знают лишь интересующиеся политикой местные жители. Отдыхающие этого даже не заметили. В Абхазии я нахожусь примерно где-то неделю. Вот успела уже даже чуть подзагореть, сгореть. По поводу того, что здесь какие-то митинги происходят, может быть, где-то они и происходят, но не в самом городе, не на людях. То есть я на себе не почувствовала ничего, кроме солнца. Мне здесь очень нравится. Я думаю, что приеду сюда вот через недельки-две, как потеплеет. И, знаете, митинги проходят всегда и везде. Но все живы, все здоровы и все хорошо. Кроме того, по словам девушки, перед поездкой в Абхазию ее пугали местными мужчинами. Мол, слишком навязчиво могут ухаживать. Но это, как говорит Татьяна, миф. Спасибо большое за такое добродушное приятие в Абхазии. Я думала, что будут приставать, как это везде говорят. Но нет, очень нравится здесь. Спасибо большое. Думаю, еще много раз приеду сюда. В дни митингов, а они продолжались два дня, понедельник и вторник, местные СМИ распространяли информацию о том, что количество желающих отдохнуть в Абхазии резко сократилось. И на туристическом сезоне можно ставить крест. Но и это оказалось неправдой. По крайней мере, крупнейший туроператор республики такой тенденции не отмечает. У нас никаких изменений не было. Могу даже больше сказать. В отделе размещения был активный спрос именно последние три дня. У меня лично ни одной отмены не было. В тот день у меня было три брони. Экскурсионные автобусы турагентства также не встретили никаких препятствий во вторник 21 мая, когда оппозиционные силы объявили акцию гражданского неповиновения и перекрыли на двух участках трассу Псо-Ингур. Туроператору удалось избежать проблемы с экскурсиями и с трансферами. У нас точки реализации работают. Люди также спрос на экскурсии был. Мы отправили экскурсию на Рицу. У нас машина проехала. И на джипинг мы отправили, и на Рицу отправили в этот день, в день митинга. Ну, как бы, думаю, что какие-то, наверное, отмены где-то кто-то услышал были, но считаю, что они не носили массовый характер. Это были какие-то единичные случаи. Президент Абхазского союза туризма Анна Калягина также отмечает, что туристический сезон начался по плану и никакого спада не наблюдается. Туристов у нас в мае уже приехало достаточное количество, большое туристов, 20 с лишним тысяч. Посетила на майские праздники. Сейчас туристы отдыхают в разных отелях, городах наших. Приезжают на однодневные экскурсии. И, в принципе, по большому счету чувствуют себя очень хорошо. У нас светит яркое солнце, хорошая теплая погода. В море уже все вовсю купаются. Политика отдельно, туризм отдельно, говорит Анна. По этому принципу работают все страны. Иначе ни одного туриста бы не было ни в Израиле, ни в Египте, ни в европейских странах, где митинги – дело самое обыденное. Никакие наши внутренние политические процессы никогда не будут отражаться на туристах. Они, в принципе, никогда не отражаются. Люди, естественно, семейные едут с детьми, они переживают о безопасности своей семьи, о безопасности себя. Но мы уверяем в том, что никакой опасности мы не представляем. Мы вообще на самом деле одна из самых безопасных стран. Абхазии еще предстоит предвыборный период, само голосование и другие сопряженные с этим политические события. Но представители бизнеса уверены, что их это не коснется, так как на настроение туристов больше влияет погода, нежели внутренняя политическая борьба. Я надеюсь, что все, что будет происходить на выборах, никак не отразится на отдыхающих, на сезоне, который все ожидают, который, в принципе, всем очень необходим и нужен. И я хотел бы заявить, что, наверное, все-таки Абхазия – это мирная страна, мирный народ. Туристы, отдыхающие в Абхазии, в настоящее время уверены, что ничто не повлияет на их отдых в республике, но все же желают нам с честью пройти испытания президентскими выборами. Мы с пониманием относимся и, вообще говоря, желаем вашему народу наконец-то вести порядок в своей стране, чтобы вы сами жили с радостью и принимали гостей с радостью. Политический кризис двух прошедших дней не освещался активно в российских СМИ. Поэтому нашим соседям было трудно получить красочную, как это бывает с федеральными изданиями, информацию о митингах в Сухуме. Но чем ближе пик летнего сезона, тем вероятнее, что любую негативную новость из Абхазии будут использовать в информационной войне курорты Краснодарского края и Крыма. Именно поэтому так важно как можно бережнее относиться к атмосфере гармонии, за которой к нам и едут туристы. Ведь благополучие абсолютно каждого жителя Абхазии во многом зависит от успешности летнего сезона.